В эфире программа Екатерины Шульман «Статус». Здравствуйте, в эфире программа «Статус» в студии Максим Курников и Екатерина Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. Я признаюсь, волнуюсь как никогда, потому что это не просто статус, это статус на канале «Миллионники», еще и на «Живом гвозде», конечно. Который тоже станет миллионником, без сомнения, в свое время. Без сомнения, станет. Канал «Бильд», кстати говоря, тоже должен стать, «Бильд на русском» тоже должен стать миллионником. Но, тем не менее, это все-таки особенный статус. Вы знаете, я даже заготовил кое-что. Сейчас я уберу все эти шампанское. Ну как, мы же должны это делать каким-то образом. Я надеюсь, что оно открывается. Рискованные маневры в студии происходят. Меня не предупреждали об этом. Опа, не предупреждали. Но это все-таки особенный случай, правда? Так прямо все открывается нежно-тихо, без избыточного гусарства. Потому что все-таки мы же... Это программа «Статус», а не что-нибудь такое, понимаете? Мы должны... Хорошо. Да, соответствовать. Благодарю, дорогого соведущего, за этот трогательный жест. Оп. Да. Ну, что ж. Так, а, собственно, всем понятно, что мы так празднуем? Миллион подписчиков. Поздравляю вас, Екатерина Михайловна. Благодарю. Вот. Ну, можно перегубить. И к первой рубрике. Не новости, но события. Позволим себе лишнего, пока не будем. Спасибо. Дорогой Максим, кроме того, что действительно как-то большая честь, но и большая ответственность иметь такую обширную аудиторию, должна сказать, что нынешний наш выпуск программы «Статус» завершает пятый сезон многотрудный. Помните ли вы, как мы его начинали? О, да. Где это было? О, да. И при каких обстоятельствах? Это было на Новом Арбате, дом 11, на 14-м этаже. И мы поставили песню «Масяне». Совершенно верно. Могли бы мы, конечно, сейчас спеть ю дуэтом, но не будем до такой степени... Но текст там «Это не пипец, это не пипец». И вот «Масяня» действительно стала героиней этого сезона. Да, видите, какое это было, можно сказать, пророческое новшество в оформлении нашего выпуска. Напоминаем, что сезоны программы «Статус» начинаются как буквально учебные года. Начинаются в сентябре, ну или в конце августа иногда у нас бывали выпуски, и продолжаются вот в течение, так сказать, расширенно понимаемого учебного года, то есть до того момента, когда мы свою волю решаем объявить все-таки некоторые какие-то летние каникулы, какие-то перерывы. А поэтому вот в сентябре 2021-го, последнего мирного года, мы провели этот наш первый выпуск пятого сезона, радовались тому, что мы можем находиться в студии, что уже вот не в зуме, и действительно поставили вот эту самую песню той «Масяне», которая тогда еще, что называется, была юмористической программой, и тоже не думала, какие ей предстоят испытания. И мы не видели, что нам день грядущий готовит, но старались, по крайней мере, в меру своих способностей открытыми глазами смотреть туда, откуда, собственно, может прилететь и откуда. А в результате-то оно и прилетело. Сейчас мы можем только скромно выражать надежду на то, что завершив пятый сезон, мы будем иметь возможность начать и шестой. Сменилась у нас студия, сменилась улица. Хотя надо сказать, что если бы вы вот были здесь с нами, дорогие зрители, зрители смотрели бы нашими глазами, то вы удивились бы, до какой степени и эти интерьеры, и окрестности чем-то напоминают Новый Арбат. Согласны ли вы со мной? Да, да. Тут тоже такой проспект с архитектурой 70-х. Это называтель Лейпс и Герштрасс. Хорошо. А тоже такие бетонно-стеклянные дворцы, очень похожие на вот эти самые книжки, украшающие Новый Арбат. Так что можем мы вообразить себя снова на том 14-м этаже, где сейчас, по-моему, мероприятие запустения. Мы на 16-м сейчас здесь. А мы на 16-м тоже похожи. Почти рядом, да. Практически то же самое. А там на 14-м, да, наверное, все грустно. Вероятно. Но нас там нет, и неизвестно, когда еще появимся мы там, появимся ли. Итак, оставив эти лирические, ностальгические размышления, давайте с вами подведем некоторые итоги. А нашего пятого сезона не всего он был слишком долг и слишком разнообразен, но вот последнего его, скажем так, этапа. И что еще, мне кажется, важнее, давайте обратим внимание на те направления, за которыми мы будем продолжать наблюдать, в том числе вот и в этом перерыве небольшом, коротком. Я думаю, что, ну, скажем так, две недели точно мы себе позволим. Может быть, три? Две-три. Две-три, скажем так. Сохраним интригу. Дип-энс. Как это называется, да, некоторую неопределенность. Итак, значит, на что мы с вами смотрели, на что будем продолжать смотреть? Мы пытались продолжать концентрироваться на том, что происходит все-таки внутри Российской Федерации, хотя это понятие внутри и понятие снаружи, они все, так сказать, труднее и труднее различимы между собой. Но, тем не менее, вот этот вот перекос совершенно понятный и совершенно объяснимый всех средств массовой информации и лаэлийских, и оппозиционных, и российских, и зарубежно говорящих о России в сторону военных новостей, в сторону того, что происходит в Украине, он, еще раз повторю, понятен, объясним и неизбежен, но он создает некоторый вакуум, пустоту или слепое пятно на том месте, где, собственно, вот внутри российская жизнь происходит, а она, тем не менее, происходит, она есть. Буквально считанные эксперты, в том числе такие героические люди, которые еще продолжают оставаться в России и продолжают работать, как, например, коллега наш Александр Кынев, они еще интересуются тем, что там внутри происходит. Тем не менее, когда Государственная Дума принимает те или иные законы, то на это надо обращать внимание, потому что они будут воплощаться в жизнь. Они будут воплощаться в жизни, эти законы, так как мы знаем, система способна воплощать их в жизнь, но, тем не менее, незнание их никак не освобождает от ответственности. Знание тоже от ответственности не освобождает, но лучше, что называется, быть предупрежденным и хоть как-то вооруженным. Итак, мы с вами наблюдали за активным творчеством Российской Государственной Думы, в особенности вот эта вот историческая весенняя сессия 2022 года подарила нам большое количество новых законов, которые позволяют криминализовать любое публичное и даже непубличное высказывание, практически любое общение, любую коммуникацию с иностранной организацией, учебным учреждением или просто иностранным физическим лицом, позволяют объявлять иноагентам любого человека, любую структуру или даже произвольную группу людей без образования юридического лица, то есть без какой бы то ни было организационной формы, добавляют в российский, без того, богатый и разнообразный уголовный кодекс еще новых статей, по которым могут преследоваться наши с вами соотечественники. Кроме того, Государственная Дума, если уж не ограничиваться ее репрессивной, активностью приняла некоторое количество законопроектов, которые еще больше полномочий дают президенту, как будто ему не хватало, давая ему возможность руководить в том числе, что называется, в ручном режиме, ну, например, заключением или запретом на заключение сделок на валютном и финансовом рынке. Другие инициативы дают дополнительные полномочия правительству Российской Федерации, в том числе позволяя ему проводить фактически мобилизацию трудовых ресурсов и производственных ресурсов в интересах специальной военной операции. То есть вот этим вот у нас замечательная наша Государственная Дума занималась. Социальная повестка справедливости ради, скажем, оставалась в фокусе ее внимания. Расширение статуса ветеранов и людей, имеющих право на выплаты компенсации на не только участников специальной военной операции, но и людей, которые, как, например, сотрудники погранслужбы, неожиданно обозначаются в качестве противодействующих вторжению. Вторжению? Вторжению, да. Это очень изящно, конечно. В территории Российской Федерации, да. Это даже не столько изящно, это, в общем, довольно так в лоб. Потому что до этого мы как-то считали, что у нас есть некая специальная военная операция, которая происходит не в России, а за ее пределами. А теперь оказывается, что у нас враг вторгается уже буквально в наши священные пределы. Можно вспоминать 1984, но это прямо рифмуется. Ну, в общем, интересно, скажем так, интересно, любопытно. А вот эти вот, так сказать, направления социальной защиты и социальной поддержки тоже были объектом внимания Государственной Думы. Это тоже принималось. Кроме того, вот как это отменили штрафы за содержание кур и кроликов мелкой живности на дачных участках. Мы об этом говорили в прошлом выпуске, не можем не порадоваться и сейчас. Не так много, что называется, у нас хороших новостей. Это то, на что мы с вами смотрели. Мы с вами также смотрели на то, как в целом наша управленческая система, машина принятия и реализации управленческих решений, реагирует на те действительно чрезвычайные обстоятельства, в которых она оказалась и которые она во многом сама себе и устроила. Мы видим напряжение всех ее сил. Мы видим некоторые, скажем так, единичные эпизоды раскоординации, но пока она, что называется, сохраняет свою целостность и сохраняет свою функциональность. По способам сохранения этой функциональности мы видим много сходства с началом 2020 года, вот с той же буквальной весенней сессии 2020 года и первой половины этого года, когда в гораздо более мирных, но тоже неожиданных для себя условиях, в условиях ковидной пандемии, эта самая управленческая система спустила ответственность на уровень губернаторов, одновременно усилила полномочия правительства, точечно выдавала людям и домохозяйствам деньги, чтобы они как-то, что называется, в момент выдачи ощущали себя присмотренными и довольными, и запрещала буквально все, что движется, а одновременно с этим, скажем, потворствовала лоббистской деятельности самых разных групп интересов. Ну, в 2020 году это были, например, те, кто заинтересован, скажем, в строительстве мусоросжигающих заводов или заинтересован в застройке территорий, особо охраняемых природных территорий. И в 2022 году, конечно, главный, так сказать, лоббист-бенефицар – это военно-промышленный комплекс, это силовые структуры в целом, ну и, например, такие неожиданные, скажем так, люди, как те, кто хотят монополизировать рынок электронных рекламных объявлений. Им тоже открываются всякие выдающиеся возможности. На что мы с вами будем смотреть буквально в ближайшие недели, и в перерыве, и, я думаю, после перерыва. Конечно, вопрос вопросов на грани внутренней и внешней политики – это присоединение к России каких-то потенциальных новых территорий. Произойдет это или не произойдет? Проще выражаясь, будут ли у нас референдумы, вероятно, эта дата называется 11 сентября, точнее говоря, не называется дата 11 сентября, но говорится о том, что в первой половине сентября, вот возможно, или там будем к этому стремиться, будут проводиться референдумы на территории Херсонской области, Запорожской области, и речь идет даже о некоторых фрагментах области Харьковской. Что значит делаются заявления? Кем они делаются? Кто это говорит? Это вот тоже важно, потому что в таких, так сказать, тонких вопросах, вот подробности, оформления могут говорить нам о намерении, серьезности намерений или их отсутствии. А говорится это властями, так сказать, новых территорий, пророссийскими властями. Сами власти российские на сколько-нибудь высоком уровне, на уровне людей, облеченных полномочиями, насколько я вижу, пока прямо на эту тему не выражаются. Значит, у нас Песков, Дмитрий Сергеевич, говорил, что люди сами должны решить свою судьбу. У нас Турчак, сенатор и руководитель, один из высших руководителей Единой России, говорил, что, конечно же, он-то говорил специфически о Хирсоне, если я правильно помню, Россия здесь навсегда и никуда отсюда не уйдет, что тоже кажется очень определенным, решительным и воинственным заявлением, но может означать, что называется разное. А я вспомнил, как Владимир Путин мне ответил на этот вопрос, что судьбу Донбасса будет решать народ Донбасса. Вот, это популярная формулировка, соответствует ленинскому тезису о самоопределении народов. Хоть у нас нынче не любит Ленина, как, так сказать, федерализатора Российской империи, но, тем не менее, вполне следует в его идеологическом фарватере. А что мы видим на практическом уровне? Мы видим, с одной стороны, активную политику русификации, выражающуюся в таких прикладных вещах, как переход на российские телефонные коды, как хождение рубля, как появление на этих территориях российских, так сказать, порядков, российских норм, законов. И, я так понимаю, в несколько меньшем темпе, ну, скажем, российских товаропроизводителей. Это вот, что называется, то, что мы наблюдаем на практике. Кроме того, на практике мы наблюдаем так называемые десанты. Появление управленцев из внутренней России на этих самых новых территориях, назначение людей, которые имели административный опыт, в российских органах власти, в основном региональных, на соответствующие должности вот в этих вот новых администрациях, это то, что мы видим, что называется, на практике. Давайте мы здесь сделаем небольшую паузу, посмотрим рекламу. Давайте посмотрим нашу увлекательную, высокохудожественную рекламу. Если уж о рекламе пошла речь, между прочим, вы упомянули Александра Кынева, который сидел вот ровно практически в этой же студии. Конечно, он приехал в Берлин навести наш славный город. Да, можете найти это интервью. Очень интересное получилось интервью с Александром Кынева. Я смотрела, и как это, и всем того советую. Ну, а сейчас мы посмотрим настоящую рекламу, и после этого вернемся. Что общего у Леонардо да Винчи, Эразма Роттердамского, Лао Цзы и Цицерона? В разное время эти, безусловно, великие мужи сказали примерно одно и то же. Величайшая из побед – это победа над самим собой. Существует такой принцип дуализма, двойственности, если перевести это с латыни. Еще древние заметили, что в человеке вечно борется и свет, и тьма. В европейской культуре первыми об этом заговорят Аристотель и Декарт. Именно это явление отражается в китайской философии, как инь и ян. Свет ведет тебя к счастью через тяжелый труд над собой. Совершенство добиться можно только потом. Воля сквозь время рождает счастье. Отказ себе в чем-то парадоксальным образом ведет тебя к свободе, как и умеренность ведет к изобилию. Тьма же обольстительна. Тьма всегда убеждает, что как только ты опустишь руки, тебе станет легче. Тьма всегда за легкий путь. Вечная борьба между тем, как правильно, и тем, как хочется. Человек себе – самый лучший друг, с другой же стороны, и враг самый опасный. Один он знает о себе все, и он же искуснее других себе врет. Никто не разрушит твою жизнь надежнее, чем ты сам. Но только ты можешь сказать себе «Вставай и попробуй еще раз». Самое важное в тяжелые времена – это разобраться в себе. В моменты, когда особенно трудно, советуем вам обращаться к специалисту. Поэтому очень важно иметь на примете компетентного психолога, который поможет вам предупредить и решить эти проблемы. Хорошо, что теперь есть сервис по подбору психолога – Альтер, на который мы рекомендуем обратить ваше внимание. Он соединяет клиентов со специалистами, которые лучше и быстрее всего помогут решить проблему. Вам нужно только заполнить анкету и отметить в ней темы, над которыми вы хотите поработать. Алгоритм, разработанный на базе исследований об эффективности терапии, бесплатно подберет подходящих вам психологов. В анкете вы сможете отметить свой изначальный запрос страхи, отношения с другими людьми, проблемы на работе, отношения с партнером и так далее. А встретиться со специалистом можно как очно, так и онлайн. Альтер тщательно отбирает специалистов, проверяет их образование, часы супервизии и личной терапии, их компетентность. По результатам отбора в базу попадает только до 13% специалистов. У Альтер высокие оценки клиентов и хорошие отзывы. Сервис делает все, чтобы вам было комфортно и вы могли получать регулярную помощь. Кроме того, Альтер – это проект с социальной миссией. Компания помогает пострадавшим от политической ситуации и участвует в благотворительности. Цены одной сессии всего от 1499 рублей. А с промокодом «Статус20» стоимость первой сессии снизится на 20%. Переходите по ссылке в описании и подберите подходящего вам специалиста. Итак, о десантах мы сказали. О десантах сказали, о российских управленцах мы сказали. Это все выглядит как действительно практическая подготовка к присоединению. Когда тамошние пророссийские власти говорят о референдумах, они говорят о референдумах не о самостоятельности, не о суверенитете, а именно о присоединении к России. То есть их намерения состоят именно в этом. А при этом опыт республик ДНР и ЛНР говорит нам о том, что долгий путь можно пройти. Так называемых республик ДНР и ЛНР, не все их признали. Признанных Российской Федерацией, а также Северо-Корейской народной, не менее народной республикой. Они до сих пор к своей вожделенной цели так и не дошли, хотя референдум о суверенитете было достаточно давно. Признание этого суверенитета России случилось в феврале. И вот там, кстати, вот в этих местах, которые, казалось бы, максимально готовы, о вхождении в состав Российской Федерации что-то слышно гораздо меньше, чем в Херсоне и в Запорожье. Одновременно с этим, что мы видим? Значит, представительства ДНР и ЛНР открыты в Москве, значит, вот с некоторым шумом, с некоторой публичностью. площадь, на которой расположено американское посольство и на которой расположено посольство британское, названное в честь, соответственно, героев Донбасса, защитников Донбасса. Там, кстати, очень обиделись потом российские власти, потому что американцы сказали, «Так мы за защитников Донбасса», просто мы других. Да, тогда формулировку пришлось срочно поменять. А ЛНР, по-моему, досталось британскому посольству. То есть это все как бы такие шаги, которые выглядят как скорее подкрепление их суверенитета, чем нежели их вступление в состав России. То есть, смотрите, демонстрация такого рода административно-политических решимостей может быть как действительно демонстрация намерений, что называется, с прикурсом реальных действий, так и инструментом в создании нужной атмосферы, что называется, как на переговорах на их, так сказать, столах, так и на полях боевых действий. Вступление кого бы то ни было, включение кого бы то ни было в состав Российской Федерации необратимый шаг. В отличие от признания независимости, которая может что-нибудь означать, а может не означать ничего особенного, это такая вещь, от которой отступить будет очень тяжело. После этого о переговорном процессе говорить будет, скажем так, сложно. А вот с другой стороны, получается, западные партнеры дают Украине вооружение с условием, что оно не должно быть использовано, чтобы ни один снаряд не упал на территорию Российской Федерации. А вот какие-то зоны, которые Украина, но теперь признаны Российской Федерацией своими, туда распространяется этот запрет или нет? С точки зрения Российской Федерации, конечно, он должен распространяться. И в случае, если эти территории станут частью Российской Федерации и одновременно на них будут совершены какие-нибудь там нападения, то это уже будет нападение на РФ. То есть та же ситуация, что и с Крымом, с Крымским мостом, почему так много разговоров об этом? А дальше Россия, разумеется, говорит, что это развяжет ей руки окончательно, если они сейчас еще окончательно у нее не развязаны. Так вот, может, поэтому пограничники заранее готовятся отразителями вторжений. В общем, это то, на что надо будет смотреть, потому что, опять же, если это произойдет, это серьезный довольно шаг, то, что называется геймченджер. А помешать этому празднику расширения российской территории могут, опять же, как ход боевых действий, так и желание сохранить все-таки какую-то карту в рукаве на предмет возможного будущего торга. С другой стороны, или теперь уже с третьей стороны, российскому, так сказать, слушателю, зрителю и даже, как страшно сказать, избирателю, нужно предъявить что-то в качестве результата специальной военной операции, главная претензия к которой, судя по самым разнообразным опросам, состоит в том, что она затянулась. Затянулась и непонятно к чему привела. Новая территория это нечто, что нельзя отрицать. Можно по-разному к этому относиться, но вот было ваше, стало наше. Это некий неоспоримый факт, вот как это называется, живите теперь с этим. Предъявить чего-то надо и предъявить надо что-то, видимо, ну, что называется, не в очень отдаленном будущем, для того, чтобы это неартикулируемое недовольство не перешло во что-нибудь такое более осязаемое, если успехов не видно, а видны только расходы потери, увеличивающиеся потери, знания о которых все-таки просачиваются, что называется, в глубокие слои российского населения. Итак, это вот то, на что мы с вами будем смотреть. Мы с вами на протяжении этого сезона наблюдали, так сказать, разнообразную динамику, а на самом деле довольно однообразную динамику репрессивной активности. Вели мы с вами статистику применения как новых, так и ранее любимых политических статей, по которым можно привлечь того человека, который вдруг решится у нас либо высказываться публично, либо, не дай бог, участвовать в выборном процессе, либо организовывать или участвовать в массовых мероприятиях. Это три вида грехов, которые у нас преследуются как политические преступления, публичное оговорение, участие в электоральном процессе как в качестве кандидата, так и в качестве, что называется, призывающего к чему бы то ни было, инфлюенсера, как можно выразиться, и участие в массовых мероприятиях, их организация, их, так сказать, сообщение о них. Это вот, такие, еще раз повторю, три греха. У каждого из этих грехов есть разнообразные степени, так сказать, более простительные, менее совсем уже смертные. Относительно этого имеются у нас и административные статьи, и уголовные. В 2022 году, конечно, королевой всех статей Уголовного кодекса стала статья о фейках, распространении ложной информации о действиях вооруженных сил, и младшая ее сестричка, та же статья, административная. Значит, у нас с вами на нынешний момент о дискредитации армии составлена красивая цифра, заимствована у коллеги. Чикова 3303 протокола. Значит, это у нас, ну, если протоколы, то это административная статья. Таким образом, несложный подсчет говорит нам, что 35 протоколов составляются в России каждый рабочий день. Еще можно сделать вывод, что граждане Российской Федерации дискредитируют свои вооруженные силы просто вот только что с перерывом на субботу и воскресенье, потом понедельник, и они опять давай, значит, дискредитировать. А последний всплеск репрессивной активности связан с подготовкой к выборам 11 сентября. В особенности энергично идет у нас истребление муниципальных депутатов, за которыми охотятся просто как за какими-то краснокнижными животными. И сами депутаты, действующие, и потенциальные кандидаты в депутаты подвергаются разнообразным репрессиям. Ну вот кого как Илью Яшин, он теперь уже бывший депутат, сдал мандат, сначала проводят по административным статьям, а потом и по уголовным. Кому-то пока хватает статей административных. Есть экзотические случаи, ну, например, значит, не дискредитация армии, а другие статьи, скажем, демонстрация экстремистской символики. Достаточно популярный способ. Почему? Потому что организовать это легко. Вот, например, депутат района Якиманка Московского, Андрей Морев оказался, значит, демонстрантом экстремистской символики, потому что ему на машину наклеили символ умного голосования. При этом сам он выступал против умного голосования, он его критиковал. Да, это правда, но это не помешало каким-то неизвестным людям наклеить штучечку, эту бумажку на машинку, после чего немедленно появляется полиция, составляет протокол и вуаля, зачем это делается? Тут не только цель обычная, там, терроризирование и исключение из публичного пространства. Цель состоит в том, чтобы у человека было привлечение по экстремистской статье, что запрещает ему участвовать в выборном процессе в течение следующего года. Поэтому, например, вот еще есть муниципальный депутат района Лефортова Александра Андреева, известная своей, я бы сказала, радикально консервативной позицией. Я знаю Александру Андрееву как выдающегося борца с застройщиками и действительно очень хорошего специалиста по применению градостроительного кодекса в городских условиях, но читателям социальных сетей она больше известна как ярая противница абортов, феминизма и, по-моему, даже отрицатель существования Украины как суверенного государства. Но это ей не помогло. Это вообще не влияет ни на что. Опять же, что значит не помогло? Насколько я ее знаю, она человек идейный. Я понимаю, конечно. В том-то и беда. Значит, на что тут нужно обратить внимание? Она получила штраф в полторы тысячи рублей за то, что у нее в каком-то старом посте ВКонтакте была страшное дело фотография с Навальным. Зловещая пауза в эфире. Можете себе представить, что это такое? Фотография с Навальным. Да, это просто как, я не знаю, вспомнил я свои соцсети. Как это, отпечаток копыта дьявола найти при обыске. Страшное дело. Почему мы на это с вами обращаем внимание? То есть, смотрите, нас... но фотография с Навальным уже сама по себе не является экстремизмом пока? А это признак причастности к его структуре, которая является экстремизмом. Значит, все это ей стоило полторы тысячи рублей. Казалось бы, ерунда. Но запрет баллотироваться на год вперед. Что здесь, опять же, что здесь, мне кажется, важным и характеризует ярким образом нашу с вами политическую систему? Нам кажется, так сказать, посторонним людям, что водораздел проходит по линии там поддерживаешь, ты спецоперацию не поддерживаешь, и вот люди разделились. С точки зрения самой системы это вопрос вторичный, потому что у нее там внутри никаких особенных убеждений нет. Если вы поддерживаете спецоперацию, потому что вам, например, там, не знаю, Русь историческая, дорога, вы хотите расширение ее пределов, или каким-то своим мотивом украинцев не любите, это совершенно не делает вас своим. Вы должны поддерживать то, что начальство поддерживает. Тогда, когда оно это поддерживает, и не дольше этого. Понимаете, да, как император Павел Петрович говорил, у меня вельможа тот, на кого я смотрю, и пока я на него смотрю. Вот это водораздел, а вовсе не любые моральные дилеммы, которые мы с вами можем вообразить. Это полезно время от времени помнить, потому что это делает, конечно, так сказать, дихотомию добра и зла не такой очевидной. То есть не то, что вот прям вот все очень плохие люди собираются по одну сторону, а все очень хорошие люди собираются по другую. Дело не в этом. Но действительно никаких искренних убеждений у вас быть не может. Почему я про это говорю с таким, почему я обращаю на это внимание? И в 2014 году, и сейчас некоторое количество людей с националистическими, имперскими, хорошо, человеконенавистническими, людоедскими убеждениями обрадовались тому, что государство теперь на их стороне, что теперь они, власть или власть теперь их родная. Те, кто в 2014 году так подумали, в большинстве в своем до 22-го не дожили. Какие будут следующие рубиконы? Не дожили в физическом смысле. Многие не дожили и физически. Мы сейчас не будем тут в эфире перечислять людей, так сказать, лидеров мнений, популярных блогеров или совершенно не красноречивых таких-нибудь участников боевых действий, которые сейчас с нами, что называется, не присутствуют и не могут слушать этот выпуск. Но его могут слушать те, кто пока еще жив. Поэтому имейте в виду все же дорогие идеологизированные граждане. Если вам кажется, что сейчас все иначе, чем в 2014 году, что государство или политическая система, как мы чаще выражаемся, как-то преобразилось, и теперь у него тоже есть идеология, теперь оно тоже тоталитарное, может быть, вы этого хотите, стремитесь к этому. Такие люди тоже есть допускаемые существования. Имейте в виду, что пока никаких признаков идеологизации мы на самом деле там внутри не наблюдаем. единственная религия это воля начальства. Единственная вера это вера всегдашнюю правоту начальства. Если вы этого не придерживаете, вы все равно будете лишены политических прав, как какой-нибудь последний либерал забитый. А по поводу лишенных политических прав, значит, по-моему, шесть недель у нас продолжался странный перерыв в объявлении граждан иноагентами. Именно так, шесть. Да, это объясняли многие отпусками. Если это действительно так, то в Министерстве юстиции очень долгие отпуска порадуемся за этих людей. Но, кажется, они тоже прошли и у нас новые иноагенты, физические лица, известные люди Татьяна Лазарева, Илья Яшин, находящиеся ныне, под арестом Максим Кац, Руслан Шевединов и Вероника Белоцерковская, находящиеся за пределами Российской Федерации. Руслан, впрочем, тоже за пределами, про Кац не знаю, Лазарева в Украине, по-моему. И Кац за пределами, и Кац тоже был в этой студии. Да что бы, рассказывал про это. Значит, на что я хочу обратить внимание. А все эти люди были объявлены физическими лицами иноагентами, в отличие от физлица, выполняющего функции СМИ иноагента, как, например, я. С 1 декабря с вступления нового закона, насколько я понимаю, разницы никакой не будет в этих статусах, пока эта разница существует. Значит, во-первых, физлицам иноагентам любезно сообщают в пользу какой страны они иноагентствуют. Все вот эти вот люди, как выясняется, занимаются политической деятельностью в пользу Украины. Включая Яшина, что довольно неожиданно в его-то случае вообще большего патриота России поискать и не найти. Он даже находится в пределах Российской Федерации, хотя уже все, кто возможно, советовали ему этого не делать. Довольно забавно и с Кацем, потому что Кац, как раз украинцы обвиняют в том, что он такой же русский имперец, как Владимир Путин. А тут вот видите... По этому признаку, я думаю, что никто не проходит тест на неимперство. Но, опять же, с точки зрения правового статуса, значит, нам, СМИ, иноагентам, ничего подобного не говорят. Приходится идти судиться для того, чтобы хоть выяснить, что о тебе думает родное государство. Значит, физические лица иноагенты не должны ставить плашку на свои публикации, только должны упоминать о том, что они признаны. И те, кто их цитирует, должны упоминать о том, что они признаны российскому государству иноагентом. Уголовная ответственность за отсутствие плашки у них, соответственно, отсутствует. В отличие от нас, бедных. То есть у вас статус повыше, простите. У нас ограничений, скажем так, у нас ограничений побольше. Уголовная ответственность физлиц наступает только за непредоставление отчетности, а не за несоблюдение других ограничений, связанных с этим статусом. Поэтому, пока, значит, лето красное у нас продолжается, до 1 декабря советую физическим лицам и агентам, использовать эту территорию свободы. Но поскольку, опять же, один из них находится в СИЗО, а остальные находятся не в России, то, возможно, эти рекомендации им как-то не особенно даже и полезны. Значит, по поводу находящихся в СИЗО, некоторая правовая инновация пришла из Конституционного суда, о котором давно ничего не было слышно, которая правовая инновация может повлиять на рассмотрение уголовных дел. Значит, смотрите, Конституционный суд принял решение, вынес решение по делу, которое, опять же, там, не вдаваясь в подробности, подал в суд человек, который считает себя жертвой рейдерского захвата, то есть экономическое дело, которое продолжалось, длилось много лет, следователь продлевает сроки расследования, как это довольно часто бывает, значит, человек это оспаривает. Что решил Конституционный суд? Конституционный суд в своем постановлении пишет, что значит, расследование уголовного дела можно теперь прекращать даже в том случае, если обвиняемый или подозреваемый не согласен с этим решением, то есть с прекращением. Значит, до этого уголовное преследование могло быть прекращено в связи с истечением срока привлечения к ответственности, то, что называется, в быту с срока давности, с согласия обвиняемого и подозреваемого. Предельного срока рассмотрения уголовных дел расследования уголовных дел у нас с вами не существует. КС считает теперь, что он должен составлять не больше года, если бы через год дело не передано в суд, его нужно прекратить. С одной стороны, это решение, опять же, решение Конституционного суда должно повлечь за собой изменения в законодательстве. У нас с вами есть несколько предыдущих опытов, когда это либо не происходило, либо происходило в такой форме, которая не соответствует ни духу, ни букве решения Конституционного суда. В частности, известная история с детьми ГУЛАГа компенсации за утраченное жилье, восстановление, жилье в том же месте, откуда люди были сосланы, изгнаны, потому что их родители были репрессированы. Вот там до сих пор ничего не принято, идет борьба между различными версиями проекта во втором чтении. А тем не менее, какие-то законодательные шаги должны будут сделаны. С одной стороны, вот это вот прекращение этой бессрочности рассмотрения уголовных дел, это важная история, потому что содержание в СИЗО сколько угодно, это у нас, в общем, такой очень популярный, я бы сказала, основной инструмент давления и в делах политических, и в делах, в которых есть имущественные интересы. А с другой стороны, если речь идет о делах, ну, например, заказные убийства, в которых сроки давности, например, могут отсутствовать или быть достаточно долгими, и дела не прекращаются, при этом никого особенно не находят. Теперь, если, так сказать, соответствующие изменения законодательные будут приняты, следователь может довольно быстро это дело закрыть, сказать, что нет, никого мы не нашли, ничего не знаем, и все это сдается в архив. То есть такая двусмысленная несколько, двусмысленная новелла, но, что называется, смотрите, у нас проснулся Конституционный суд и даже выносит решение какого-то такого типа, который имеет отношение к жизни граждан. И последнее, наверное, о чем мы с вами скажем в этом событийном ряду, не только у нас проснулся отпускной Минюз, но и проснулся отпускной МИД. У нас пополнен со список недружественных стран. Давайте мы с вами вспомним, этот статус у нас появился в 2021 году. Первой недружественной страной были у нас Соединенные Штаты. Потом, когда на Российскую Федерацию стали массово накладывать санкции, то в марте, в начале марта 2022 года у нас этих самых недружественных стран стало резко больше. Значит, смотрите, что у нас сейчас и кто у нас прибавился, и что это значит с правовой точки зрения. Какие-то, наверное, крупные, мощные страны присоединились к этому списку. Ну, такие, да, серьезные, я бы сказала, противники и в экономической конкуренции на поле боя. Значит, кто у нас есть? США мы назвали, большая часть стран Евросоюза у нас является недружественной, также, значит, Австралия, Канада, Великобритания, разумеется, Япония, Корея, Швейцария, Украина, кто бы сомневался, Монако, Микронезия, Лихтенштейн, Исландия, Гибралтар, Британские и Виргинские острова. Все это Новая Зеландия, все это страны недружественные. Теперь еще Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия тоже являются недружественными. Что это значит? Значит, как ни удивительно, базовое различие между дружественными и недружественными странами с точки зрения российского права состоит в том, что недружественные страны сталкиваются с ограничениями по количеству граждан РФ, которых они могут нанимать в свои посольства и консульства. То есть, вообще-то говоря, основные пострадавшие тут это российские граждане, которым труднее визы получать. Если мы с вами, так сказать, посмотрим на эту политику в связи с недавними, буквально на днях сделанными заявлениями представителей МИДа о том, что может, конечно, такое случиться, что вообще нельзя будет получить шенгенскую визу Российской Федерации, но мы все-таки рассчитываем, что останутся какие-то отдельные разумные страны, тут мы сразу думаем про Венгрию, наверное, которые нам на двусторонней основе все-таки помогут в этом самом визовом процессе. А кроме того, согласно указу президента, выпущенному также в марте 22-го года, российские граждане, российские компании, российское государство, имеющие валютные обязательства перед недружественными странами, могут расплачиваться в рублях. Что, конечно, напоминает очень сильно бессмертный роман «Война очень. Москва-2042», в котором вот этот вот трубопровод, по которому сначала должен был идти газ, он потом был переоформлен, скажем так, и по нему стала поступать другая стала поступать, по нему продукция. Вот так вот хотели от вас получить валюту, а вы идете и расплачиваетесь в рублях. Как если бы только в этом угадали, в этой книге? Да, это оказалось действительно, я бы сказала, выдающееся художественное президение. Когда-то его читали просто как нечто очень смешное, а теперь уже смешно не так. Можно, что называется, новость о прогрессе нравов? Вот я хочу сказать, что это вчерашний день, вот эти недружественные государства, конечно, потому что вот день грядущий, вот что нам готовит, «Справедливая Россия» предложила объявить Украину террористическим государством, а тех, кто поставляет ей оружие, спонсорами терроризма. То есть там в законопроекте есть понятие террористическое государство, и там сразу прописано, что Украина входит, видимо, по умолчанию. Все, кто ей помогает, они спонсоры терроризма. И в законопроекте, соответственно, будет написано, что такой перечень будет составлять правительство Российской Федерации. С террористическими государствами Россия может разрывать или приостанавливать дипломатические отношения, их имущество конфисковывать для возмещения ущерба пострадавшим от их деятельности. Это похоже на калькус американского правового статуса государства спонсора терроризма. Опять следует фарватере западной традиции. От западного влияния. Надо проверить этого депутата, который на западное влияние. А там один депутат или группа, не знаете. Справедливая Россия написана, а кто именно? В любом случае, все это творчество отложено до осени, соберутся депутаты. Вот тогда-то это все. И рассмотрят. Еще один признак, ужасно характерный для депутатского законотворчества, если уж они такие отчаянные, защитники интересов России, но хоть какие-то полномочия оставили бы себе. Ну, например, государство террористическое объявляется постановлением Государственной Думы. И что же все правительству-то отдавать? Вот с одной стороны решительность такая большая, с другой стороны решительность вся в другую пользу. У меня еще есть предложение последнее для списка недружественных государств. Значит, на Кубе кубинский парламент принял новую версию семейного кодекса, в котором разрешаются однополые браки, однополые семьи могут усыновлять детей и легализуется суррогатное материнство. По этому поводу в конце сентября на Кубе будет референдум. Вот не успел буквально закрыть глаза великий революционер Фидель Кастро и даже брат его Рауль, по-моему, еще живой. А вот такая вот, понимаете ли, оголтелая либерализация накрыла остров свободы недаром так названный. Я думаю, что Российская Федерация не может оставить такое без внимания. Я предлагаю Кубу тоже внести в список недружественных стран. Разве дружественная страна стала бы заниматься таким вот безобразием, напрямую противоречащим традиционным ценностям. Жаль Чи Геварни даже. Ну ладно, мы переходим к следующей рубрике. Отцы великие теоретики и практики. Я так понимаю, что отец у нас связан с некоторыми событиями? У нас всегда отцы связаны с какими-то событиями, с одной стороны, а с другой стороны... Они вечно. Совершенно верно. Сиюминутная у нас и неприходящая сочетается в этой самой рубрике. Да, поскольку у нас в последние недели как-то начали ухудшаться уже отношения Российской Федерации с государством Израиль и еврейские организации у нас теперь как-то тоже погнали с нашей территории, а то нам показалось актуальным вспомнить о человеке, который, скажем так, остался в истории как и как педагог, и как великий гуманист, и как жертва. Того идеологического направления, которое боролось активно с еврейским влиянием. Мы сегодня с вами поговорим о Януше Корчике, о польском евреи, человеке, родившемся в Варшаве, когда это была еще территория Российской империи, и человеке, погибшем в Требленке со своими воспитанниками, с еврейскими сиротами, поскольку его, так сказать, основная часть его профессиональной деятельности была связана с домом сирот, с основанным им приютом для маленьких евреев, оставшихся без родителей. Януш Корчук известен, как мы сказали, и как педагог, и как писатель. Его детские книги Король и Матюш Первый, например, продолжение его переведены на русский язык, многие их читали, они достаточно известны. Его педагогические труды, его взгляды на гуманистическую педагогику повлияли на дальнейшее развитие педагогической мысли и педагогической практики, он повлиял и на Сухомлинского, и на Монте-Сори, и на систему Вальдорфских школ, то есть его отношение к ребенку как отдельной самостоятельной личности, не только к объекту воздействия, но и как к партнеру педагогического творчества. Его отношение, например, к неприемлемости не только телесных наказаний в процессе обучения, но и вообще такого, скажем так, вольного обращения с телесной неприкосновенностью ребенка, тогда в те годы было достаточно новаторским, но с тех пор, что называется, проникло в дух педагогики и теперь кажется чем-то само собой разумеющимся. Он, в частности, писал, что такое чрезвычайное должно произойти, чтобы вы взрослого человека там толкнули или дали ему по затылку или шлепнули его по какому-нибудь месту, а с ребенком так обращаться считается совершенно нормально. Что касается его вписанности в трагический контекст эпохи, который потом и, собственно говоря, стоил ему жизни. Януш Корчак был человеком, в общем, достаточно вовлеченным в сионистское движение и вообще в, так сказать, ход еврейской мысли и еврейской политической активности как на территории Польши, так и на территории Израиля или, как это тогда называлось, подмандатной Палестины. Он туда ездил, он смотрел на то, как там посредством системы кибуций развивалось это самое еврейское самоуправление, но он там не остался, он вернулся в Польшу. Более того, он остался в Варшаве уже и после ее оккупации в 1939 году. Его дом-сирот в 1940 году был перемещен в варшавское гетто, прославившееся в истории. Он уже там внутри был арестован, несколько месяцев провел в тюрьме, потом, однако, был отпущен. С этим, кстати, связан интересный эпизод, который приоткрывает некоторую щель в довольно мрачную историю еврейского коллаборационизма и, более того, всяких прямых провокаторских организаций, которые создавались, скажем так, немецкими властями. Это тоже все, как вы понимаете, никакие не изобретения нашего времени, все это уже давно было человечеству известно. по общему впечатлению довольно часто люди думают, что гетто и концлагерь это как бы одно и то же. Это не совсем так. А гетто это, в общем, довольно традиционный способ организации еврейской жизни в европейских городах. Это территория, на которой живут евреи и за которую им там иногда запрещалось выходить, иногда разрешалось каким-то особым образом. то есть это, конечно, ограничительный институт, но это не тюрьма, это не концлагерь. То есть там внутри происходит жизнь, там работа, торговля, учеба, лечение и так далее. То есть в Варшавском гетто жизнь какая-то была, хотя, естественно, шаг за шагом она все больше и больше репрессировалась и стигматизировалась. Но, так сказать, настоящий шаг уже к уничтожению происходил, когда людей из гетто перемещали в концлагерь. Так вот, по поводу, так сказать, по поводу провокаторов и коллаборационистов был такой своеобразный деятель по имени Абрам Гансвайх, который в молодости был тоже большим сионистом участником сионистского движения, а потом стал напрямую работать с гестапо и создавать структуры как бы еврейской организации, которые на самом деле, ну, с одной стороны, создавали некую видимость того, что смотрите, при немцах еврейская общественная жизнь возможно существует, а с другой стороны, он занимался просто прямыми провокациями, создавал там эти свои всякие дела сети нового величия, выводил людей на какие-то либо там действия, либо даже какие-то декларации и потом сдавал их уже, соответственно, немецким властям. Судьба его, кстати, не совсем отвечает нашему представлению о справедливости. считается, что он в 43-м году тоже погиб в одном из контрлагерей на территории Польши. Другие есть свидетельства, что его видели по ту сторону, что называется, границы в Варшаве в ее арийской части. Еврейские, уже израильские, так сказать, карательные структуры его искали, не нашли, то есть как-то он, в общем, растворился. Так вот, почему мы о нем упоминаем судьбой Януша Корчка? Он участвовал в его освобождении вот после этого первоначального ареста еще на территории Варшавского гетто. Его спрашивали Януша Корчка, зачем вы с таким очевидным, так сказать, ужасным человеком работаете. Он ответил, я встречусь с самим дьяволом, лишь бы спасти моих детей. Его основной принцип стоял в том, что он оставался с ними до конца, ему много предлагали уехать, разные и немецкие власти, и ненемецкие, поскольку он был человек знаменитый, обладал большим моральным авторитетом, поэтому даже и для немецких властей было бы выгодно, чтобы он жив остался, то есть, чтобы показать, что мы тут тоже, так сказать, не совсем звери, потому что они в эту игру некоторые, как это, не все так однозначно, продолжали играть практически до самого конца. Тем не менее, никуда он не поехал, остался он со своими воспитанниками, когда стало понятно, что все они направляются в Треблинку, он поехал с ними, 200 детей в товарном вагоне туда приехали и с ними, как свидетельствует чудом оставшийся в живых, зашел с ними в газовую камеру. Это осталось для всего человечества примером верности, последней, финальной верности, человеку своему призванию, своему делу, которое он даже под угрозой смерти, особенно под угрозой смерти, покинуть не может. Ну, грустное такое у нас сегодня, грустная рубрика отцы получилась. Не без того, но как это помнить, это надо. Надо, надо помнить, а мы переходим к вопросам от слушателей. Наташа спрашивает вас, скажите, пожалуйста, почему нельзя говорить война, но можно говорить военное, чем прилагательнее, нейтральнее существительного? Хороший какой вопрос. Лингвистический. Лингвистический. А, значит, смотрите, тоже можно-то, одним можно, другим нельзя, если вы читаете какие-нибудь там патриотически настроенные телеграм-каналы, там очень-очень легко говорят о войне, кругом война, а этот маленький, как в известной песне о Куржаве, вот, над ним смеялись все врачи. Значит, этот маленький, немаленький, любой телеграм-канал с буквой Z в заголовке отлично употребляет слово война, и почему-то никто на них протоколов не составляет. Тем не менее, на прошедшей неделе мы получили некоторое объяснение от прокуратуры, от генеральной прокуратуры, почему, собственно, в чем тут дело. Значит, в суде, как обычно, все, все, как-то, друзья познают в суде, вся информация появляется только в ходе судебного разбирательства, значит, оспаривался в суде, в районном суде Москвы блокировка оспаривалась некого новостного ресурса, генпрокуратура подавала возражения через своего представителя, в них сказано буквально следующее. Значит, почему заблокировали, спрашивает как бы суд, генпрокуратура отвечает. В ходе осмотра установлено, что на интернет-ресурсе систематически размещались публикации, содержащие недостоверную информацию, повсеместно на сайте упоминается слово война. Вместе с тем, объявление войны предполагает наступление правовых последствий, представляющих общественную значимость, мобилизация населения, введение комендантского часа и другие. Недостоверное изложение сути проводимой военной операции с использованием слова война представляет повышенную общественную значимость, поскольку участие Российской Федерации в полномасштабных военных действиях, если бы она в них участвовала, добавим от себя, будет затрагивать широкий круг общественных интересов как в социальной, так и в экономической сферах. Понимаете, теперь, дорогие слушатели, почему вот эта неопределенность правового статуса так важна? Если бы была война, говорит прокуратура, то об этом бы объявлено было отдельно. Если бы у нас была война, то у нас был бы комендантский час. Есть комендантский час? Нету, гуляйте хоть всю ночь. Мобилизация разве есть? Нету никакой мобилизации. Военное положение не введено, указа не было. Значит, и войны никакой нету. И когда вы об этом пишете, вы напрасно волнуете народ, создавая у него впечатление о наступлении последствий, понимаете ли, и затрагивании широкого круга общественных интересов, между тем, как никакой широкий круг общественных интересов вообще не затронут. Ничего не происходит. Вот какова у нас позиция государственного надзорного органа. И теперь мы видим, что в этом есть логика, которая видна не только вот в этих процитируемых, процитированных мною строках, но и в целом в поведении нашей государственной системы. ничего не признавать. Это никакая не война. Война это когда президент скажет, что вот она война. А пока у нас мобилизация, так сказать, ползучая, пока у нас военное положение де-факто имеется, потому что есть закон, согласно которому можно мобилизовывать производственные мощности и трудовые ресурсы, но это же не так не называется, да? Слова нет, явление-то может и есть, а слова-то и нету. Поэтому нечего это слово употреблять и вносить смятение в умы сограждан. Антон Бекетов спрашивает вас, как вы думаете, всезапретительная политика режима помогает ему удерживаться или же идет ему во вред в среднесрочной перспективе, так как это злит людей, которые в общем лояльны? Смотрите, в краткосрочной конечно помогает. Конечно помогает, против слова нет приема, это все совершенно понятно, очевидно, каждый мог на своем собственном примере в этом убедиться. Но в перспективе долгосрочной тут действительно, что называется, могут возникнуть проблемы. В качестве противоположного примера нам могут привести там советскую власть, которая репрессировала всех, до кого могла дотянуться на всем протяжении своей истории. Но даже и она была вынуждена, чтобы не перенапрячь свои силенки, которых у нее поболее было, чем у нынешней нашей политической системы, а все-таки объявлять какие-то оттепели, какие-то перерывы. Вот, так сказать, всплески репрессивной активности, ну скажем, большой террор, они продолжались в какое-то ограниченное время. Дальше можно предполагать, что терроризирующий эффект, вот тот ужас, который удалось навести на тех, кто даже непосредственно, может быть, не был этим всем затронут, что он поможет власти далее удержаться. Кстати говоря, о запретах, которые раздражают, как спрашивает наш слушатель, лояльных, судя по опросам, раздражает что? Значит, раздражает отсутствие доступа к привычным сервисам и блокировки в интернете. Как ни странно, вот опять же, судя по социологическим данным, вот отсутствие каких-то, а, ну и два из ушедших, из ушедших, так сказать, поставщиков товаров и услуг из России больше всего замечены два, Макдональдс и Икея. На третьем месте Старбакс, если я не ошибаюсь. То есть людей раздражает, так сказать, дисрапшн, разлом какой-то их бытовой рутины. Привыкли к чему-то, глядь, хвать, а его и нет. Вот это вот раздражает. На эту тему можно произнести страстную речь о том, что лучше вы раздражались бы и возмущались массовыми убийствами, но нет. Этого не происходит. Не будем никого ни в чем обвинять. В общем, раздражаются тем, что происходит с ними, что касается их непосредственности. Совершенно верно. Помните, мы с вами в прошлый раз про эссе с Юзен Сонтак говорили, наблюдая за чужим, так сказать, горем. Пока тебя лично, жареный петух, в чувствительное место не клюнул, все остальные выразительные картинки будут на тебя действовать постольку-поскольку. Денис Старовойтовс спрашивает вас. Екатерина Михайловна, у меня есть ощущение, что некоторые законы международного взаимодействия зиждятся чуть ли не на магическом видении мира. Например, почему Соединенные Штаты просят не стрелять из Химорс по территории Российской Федерации, но факт того, что из этого оружия убивают русских солдат, не смущает ни Соединенные Штаты, ни Российскую Федерацию. В том смысле, что Российская Федерация в ответ на эти поставки не объявляет войну США, ровно так же, как Российская Федерация грозит вмешивающимся странам военной реакцией, но при этом разведданные и военные поставки, по-видимому, не являются для Российской Федерации достаточным поводом. К тому же, пойманные солдаты из третьих стран тоже не считаются вмешательством со стороны государства, что в таком случае теоретически является казусом Белли. Разлить и Путина и больше эскалировать. В этом будто даже нет биополитики, потому что телесность незначима, а есть значимый акцент на территориальной... Ну, в общем, на территориальность. Давайте так это... То есть между кровью и почвой выбирают скорее почву, чем кровь. Почему так? Это вот, видимо, и есть та самая пресловутая политика красных линий, которую каждое государство пытается проводить. Можно себе представить, что там пресловутый удар по Крымскому мосту будет казусом Белли, а все остальное пока нет. Опять же, надо же где-то эту самую линию провести. Потом иногда выясняется, что ее провели, и она такая гибкая, такая, так сказать, мягкая линия, но это уже относится... Она будет проходить там, где мы скажем. Тоже верно, да. Как это... Границы России, как известно, не кончаются нигде. Наши красные линии тоже пролегают не очень пойми где. А это вопрос, что называется, понимание намерений противника, это понимание может быть ложным, может быть истинным, так тоже бывает. Каждый пытается угадать, что для другого неприемлемо, вот где вот этот, так сказать, предел. Потому что с нашей стороны, понятно, боятся применения ядерного оружия, не дай бог, или даже не ядерного, но по тем территориям, которые пока еще войной не затронуты. Опять же, если вы читаете, так сказать, представителей патриотического лагеря, то они там очень возмущаются тем, почему до сих пор там не разбомбили все электростанции в Украине, почему украинские города не обесточены, как бы это было, значит, замечательно. А на аргумент, что это там, типа того, что, во-первых, как-то негуманно, во-вторых, нам это все потом восстанавливать, следует контраргумент. Ну вот в Мариуполе ничего же, как-то вот разгрохали все, что можно, стерли с лица земли, и вот смотрите, подразумевается, видимо, как хорошо получилось. Так что, если вы со своей стороны сидите в, так сказать, полном обалдении от масштабности военных действий, знаете, что по другую сторону печалятся об ограниченности этих самых военных действий, нерешительности и вообще желании того, чего жевать не полагается. Но тем не менее, это ведь не только про Россию вопрос, вопросы про Соединенные Штаты. Почему современная вот политическая мысль по сути придает земле, границе, большее значение, чем человеческая жизнь? Ну как? Соединенные Штаты применяют, так сказать, трансграничное понятие о суверенитете, согласно которому они, там, американские граждане защищают за пределами своей территории и в других странах, там, так сказать, наводят порядок. Да, ну вот сейчас они говорят, вот он химорсы, но по территории России нельзя. То есть по российским солдатам можно, а по территории России нельзя. И почему это всех устраивает? Потому что по их представлению, опять же, насколько я понимаю, это не столько их собственная красная линия, сколько российская. То есть вот если мы так пока будем поступать, то это еще не, как это, кошмар, но не кошмар, кошмар, кошмар. А кошмар, кошмар, кошмар мы все-таки не хотим, потому что, потому что по понятным причинам не хотим переходить слишком далеко в конфликты с ядерной державой. Марина спрашивает вас, Ексерина Михайловна, согласитесь ли вы, что нынешняя поддержка многими людьми действий Путина от бедности? Людей приманили выплатами 10 тысяч к пенсии к 1 сентября, гектар земли за 100 тысяч, бесплатный проезд для льготников, могу добавить от себя военнослужащие, которые едут по контракту, им обещают тоже большие деньги. Короче говоря, есть ли у вас ощущение, что поддержка власти от бедности? Скажем так, патерналистские настроения, конечно, происходят от бедности. Когда не на кого надеяться, чувствуешь себя слабым, лишенным ресурса, и в общем действительно у тебя никакого ресурса для самостоятельного бытия нет, ты должен рассчитывать, надеяться на кого-то сильного, большого. Этим ресурсом обладающего. В нашем случае это, разумеется, государство. Поссорившись с ним, ты лишаешь себя любой поддержки, опоры, и ничего не обретаешь взамен. А что касается вот именно нынешнего момента, потому что, о чем я говорю, это, что называется, постоянное, перманентное явление, и удерживая большие массы людей в состоянии бедности, разумеется, государство себе воспроизводит и поддерживает лояльный электорат. Это тоже правда. На радикальных примерах вроде Венесуэльского, к которому мы довольно часто обращаемся, это тоже хорошо видно. Там, поскольку страна небольшая, все это прям вот наглядно. Очень корми армию и спецслужбы, и время от времени подкармливай очень бедных людей, сохраняя их бедными, но не доводя до отчаяния. И будешь править практически, как выясняется, насколько угодно долго, даже если всякие могущественные соседние державы хотят тебя сместить, ничего у них особенного не получится. Что касается именно специфики нынешнего момента, тут есть одна вещь, которая является относительно новой. И это вот эти вот обещания очень больших выплат людям, воюющим, участвующим в специальной военной операции. Я бы внимательно следила за тем, насколько эти обещания будут реализованы, потому что, в общем, не свойственна государству нашему такая щедрость из-за живых и за мертвых платить такие действительно серьезные деньги. Для тех людей, которые, что называется, слушают эти обещания, для людей из регионов с очень невысокими средними зарплатами и с не очень обильными вообще рабочими местами, это несуразные совершенно суммы. За такое можно пойти на многое. Многие другие люди, так сказать, ужасаются этому, как же так, да, как вот можно там идти на смерть за 7 миллионов рублей. Понимаете, это деньги, которые не только ты за всю жизнь не заработаешь, которые вся твоя семья не заработает никогда. И тут надо быть аккуратными в наших осуждениях, потому что на эту тему есть у Тургенева известное стихотворение в Позе про соль, да, про барыню, которая приходит к крестьянке, у которой сын умер и возмущается тем, почему она щи при этом ест. Та говорит, что да, нет умов у Васи, с меня живую голову сняли, а щи не пропадают же им, они посоленые. Барня ее не поняла, ей-то соль дешево доставалась. Вот дайте будем аккуратны, мы те, кому соль достается все-таки дешевле, с тем, насколько мы вообще понимаем вот этот вот образ жизни, передающийся к несчастью из поколения в поколение. Так вот, 10 тысяч выплаты, это понятно, 5 тысяч к Новому году, денежки на экипировку школьника в школу к 1 сентября, это все привычно, это по чуть-чуть, но 200 тысяч в месяц, это много. Вот надо смотреть, насколько эти деньги действительно будут выплачены, потому что это несколько, ну, я бы сказала, разбалансирует наш привычный социальный порядок. Простым людям таких денег давать было не положено. Действительно ли можно себе представить, что возникнут, ну, вот, я не знаю, как-нибудь улица, застроенная новыми домами в городе Рубцовске, известном, прославившемся, вот на эти выплаты. Это вот так будет, это нам, так сказать, покажет нечто новое, такое, чего мы раньше не видели. На этом заканчивается не просто сегодняшняя программа, а пятый сезон программы «Статус». Будем надеяться на шестой. Хотелось бы, чтобы он был, может быть, не менее долгим, но по возможности чуть менее драматичным, чем сезон пятый. Хотя, с другой стороны, если в ходе шестого сезона у нас с вами появится возможность еще раз сменить студию, что называется... Обратно? Мы, пожалуй, от такой возможности не будем отказываться. Не будем? Не будем. Не будем. Спасибо большое всем, кто смотрел. Всем пока. Ну и еще раз... Спасибо вам. Еще раз, Сулья, еще раз, да. Вас поздравляем. Да, давайте даже и чокнемся в кадре. Спасибо. Это была программа Екатерины Шульман Статус.